после того когда вы уже создали ваш проект в окне таймлинии просмотрели это в окне монитора таймлинии установили свои футажи создали титры наложили фоновую музыку установили переходы вам необходимо вывести этот проект в видеофайл или записать на dvd болванку для этого необходимо щелкнуть меню файл кнопочку в открывшемся окне выбрать print и еще в открывшемся окне выбрать print to file а щелкнуть по нему один раз вот и в открывшемся окне выбрать формат в котором вы будете выводить ваш фильм к примеру если вам необходимо вывести в фильм формате 9 для этого необходимо щелкнуть на кнопочку 9 и в открывшемся окне пресетов или предустановок которых содержится два кодека это dilipal и dvavi щелкнуть dvavi после чего щелкнуть кнопочку экспорт и открывается проводник в котором выбираете место хранения для вашего видеофайла в общем например я выбираю диск и здесь в окне указываю название фильма например последний урок выбираю папочку например папочка примера и после чего ждем сохранить все начинается сохранение вашего проекта видеофайл а в этом окне показывается в процентном отношении сколько процентов а выполнено и сколько времени прошло сначала сохранение вашего проекта видеофайл при создании же полноценного dvd диска вам необходимо на тайм линии указать метки глав для навигации в меню по вашему dvd диску для этого устанавливайте курсор в необходимую точку начала главы и кнопочкой v на клавиатуре щелкаете появляется вот такой вот треугольничек на линии времени эти треугольнички будут соответствовать меткам глав вашего dvd диска и потом в меню вы сможете по этим главам производить навигацию по вашему фильму после чего щелкаете меню файл выбираете print и в открывшемся окне выбираете команду burn the disk project диска открывается окно в котором вы продолжаете дальнейшее создание вашего dvd диска в этом окне указывается в процентном отношении заполнение диска вашим видеофильмом в этом окне которые справа мы выбираем тип диска на которой будем осуществлять прожек если нажать вот эту вот кнопочку здесь вы видите dvd rv4 7 гигабайта и dvd 9 то есть dvd гигабайтный диск вот эта кнопочка setting настройки если ее щелкнуть то открывается окно в котором можно указать параметры аудио и видео если снять вот эту галочку аудио то можно указывать это все вручную то есть можно выбрать постоянный переменный битрейт вот к примеру мы сейчас выберем переменный битрейт у нас открывается два окошка становятся активными это минимальный битрейт который для вашего видео можно выбрать вручную и максимальный также битрейт но выбираем восемь с половиной я выбрал сейчас минимальный 7 с половиной и максимальный 8 с половиной после чего необходимо подтвердить свой выбор щелкнуть ок также можно указать и постоянный битрейт выбрать выбираем cbr постоянный битрейт указываем каким он должен быть восемь с половиной и щелкаем ок теперь смотрим вот сюда у нас получается объем фильма 101 процент по отношению к диску значит нам необходимо уменьшить битрейт чтобы наш фильм уместился на 1 9 диск ставим 8 к смотрим сейчас 95 процентов ну в принципе нормально дальше выбираем стиль нашего меню для начала нужно указать соотношение сторон в котором будет выводиться ваш фильм поскольку мой проект делался в соотношении сторон 16 9 то у меня стоит кнопочка 16 на 9 если же вы будете выводить свой фильм соотношение сторон 4 на 3 то нужно щелкнуть вот эту вот кнопочку так дальше теперь мы будем выбирать стиль нашего меню вы видите сколько здесь заготовлено всяких шаблонов которые можно выбрать но к примеру выберем вот например вот вот этот вот вот у нас появляется вот такая вот заставочка нашего меню такая картинка значит на этой кнопочкой можно добавлять и выбирать кнопочку главу щелкнув эту кнопочку мы выбираем одну или три кнопки которые будут находиться на одной странице меню у меня в данный момент находится три поскольку и три главы в моем фильме создана маркерами дальше я щелкаю edit редактировать и перехожу в дальнейшем редактирование кнопок кнопки можно менять размеры можно их вот так вот перетаскивать изменять размеры увеличивать уменьшать вот можно их произвольно располагать также можно вот эти вот надписи менять на свои но к примеру для первой кнопки я создам надпись начала и также можно взять за краечек перемещать увеличивать размере эту рамочку вот перемещать необходимое вам на место как вам нравится щелкну правой кнопкой переходим в меню настроек текста надписи значит здесь можно указать цвет надписи шрифта например выберем зелененький ok потом можем указать размер шрифта например 30 дальше можем добавить к шрифту эффекты вот например тень можем добавить например вот выберем такой цвет для тени красненький ok так можем также поменять градиент много настроек вот выбираем рамочку выбираем объем или выпуклость регулируя ползунками меняем так чтобы нам нравилось вот нужно пощелкать вот эти кнопочки ok все после этого мы указываем название фильма вместо секвенции 1 указываем свое например последний звонок я пишу для моего фильма также заходим настройки в этом окне также можно вводить свой текст для названия выбираем цвет например красненький текста окей также можно добавить эффекты как мы уже с вами рассматривали это все например цвет тени и рамочка объем для текста так жмем окей так текст заголовка фильма у нас уже создан и вот так же можно перемещать изменять размеры вот таким образом так дальше идем кнопочку врать надо нажать щелкаем по ней после чего открывается у нас следующее окно теперь необходимо вставить в пишущий привод 9 болванку в этом окне выбрать скорость здесь мы указываем а пишущий привод которым будем писать вот у меня там приводи дальше нам необходимо выбрать папку в которой будет храниться наш образ диска вот в этом окне она отображается наша папка вот для этого необходимо щелкнуть вот этой кнопочки с нарисованной папочкой и в открывшемся проводнике выбрать место куда мы будем хранить образ нашего диска вот например у меня DVD имидж DVD образы создаю папочку с названием последний звонок вот ок подтверждаю и вы видите здесь уже путь для сохранения имидж файла поменялся при установленной этой галочке вы делаете только экспорт образа диска если же ее снять то вы делаете экспорт образа диска и запись самой DVD болванки здесь можно выбрать сколько дисков вы будете прожигать сделав все эти настройки необходимо щелкнуть вот эту кнопочку burn и собственно говоря начнется вывод фильма как видите у меня в настройках указано export as image file поэтому вывод у меня идет в образ DVD диска если бы у меня эта галка не была установлена то я бы делал вывод в образ DVD диска и с последующей записью с последующим прожигом DVD болванки в следующем так 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 Продолжение следует...